Есть, отлично. Итак, мы с вами сегодня поговорим о брендировании немножечко. Смотрите, что такое брендирование себя. В принципе, да, у каждого из вас есть странички в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке. Ребята, о чем вы там обычно писали раньше или пишете вообще, в принципе? У всех свое, да? Кто-то выкладывает фотки каждый день, кто-то раз в год. Как выложил одну фотку на аватарку, так она и висит уже лет с 7 давности. Но в принципе, смотрите, если вы хотите работать в соцсетях и создать себе хорошую репутацию, интересную, то прежде чем начать работать, вам нужно свои странички, уже которые существуют, почистить. Что значит почистить? Удалить оттуда все, что может вас компрометировать. Ну, например, что может вас компрометировать? Давайте подумаем, вы мне сами подсказывайте. Ну, не совсем прям компромат, компромат, я, конечно, немножко в кавычках, но это в принципе все равно компромат. Вот, например, вы там, ну, в трусах, мужчина, да, в трусах, застолье, да, с сигаретой. Ну, какие-то фотки, знаете, ну, которые не показывают, не показывают достаточно высокий уровень такой вот жизни, да, то есть это на фоне какого-то там забора, кирпичной стены непонятной. Вот, то есть понимаете, да? Да, привет, Александр! Мы только начали, у нас сегодня семинар, тема брендирования решили на командном собрании, что будем говорить об этом. Смотрите, что вам нужно научиться делать? Что вам нужно научиться делать? Постоянно наполнять свои страницы людьми. То есть нужно добавлять друзей со списка знакомых, искать их, и поэтому, да, и потом добавлять друзей друзей. Вот здесь, да, добавляйте друзей из списка ваших знакомых уже, которые у вас есть уже в друзьях на соцсетях. Потому что люди с удовольствием принимают дружбу, в основном только если они видят, что есть общие, хотя бы один контакт. Тогда им уже становится спокойно всё и понятно. Согласны? Какой баланс нужно соблюдать на страничке? Прямо запишите себе. 30 процентов, примерно 30-35 процентов вы пишите о себе, выкладываете фотографии, чем вы занимаетесь, где вы что-то интересное увидели. То есть себя нужно прям приучить к селфи, фоткать всё подряд вообще, что интересненькое вы увидели, что услышали и так далее. 30 процентов вы выделяете на свои хобби и влечения. Вот неважно, ребят, чем вы занимаетесь. Вы должны найти что-то, что-то интересное у себя. Например, вы говорите, у меня нет никаких хобби. Да ладно, ну вы же наверняка любите, может быть, готовить. Или у вас цветы классные, вы за ними ухаживаете, они у вас там часто цветут. У вас есть дети. Дети это тоже можно, да, хобби, как вы развиваете детей. Мне очень нравится у нас Катарина. Она практически каждый день выкладывает, что она делает с ребёнком. Они-то поделки руками какие-то делают, рисуют, лепят, что-то создают. То есть она постоянно, да, это её тема. Она рукодельница у нас. Прям вообще молодец. Если вы занимаетесь спортом, пожалуйста, да, танцами, фоткайте всё. Новый костюм, новую эту изучаете, там, композицию какую-то. Или вы рисуете. Ребят, это хобби и увлечение. Неважно, чем найдите. Вы на коньках катаетесь, на сноуборде, на чем угодно. Просто это то, чем вы занимаетесь, чем вы наполняете свою жизнь. Что вы сейчас читаете? Сфоткали книгу, выложили. Я, кстати, вчера книгу начала читать интересную. Называется «13 женщин, которые изменили мир». Очень интересно. Написала Джин Ландером. Давно хотела её прочитать. Вчера прям взяла и сразу 30 страниц прочитала на ночь себе на сон грядущий. Если у вас не на что фоткать, то найдите, да, возможности, приобретите себе или какой-то фотоаппарат, какой-то гаджет, который будет фотографировать. То есть очень удобно брать хорошие телефоны с хорошим качеством, во-первых, для работы, чтобы работать с них везде и всегда, чтобы там был хороший интернет. И, конечно же, чтобы была хорошая камера. Всё. То есть это ваш рабочий инструмент. Подумайте, подкопите на это дело. Или там кто-то, чтобы подарил. Скоро Новый год, может быть, у вас день рождения. То есть подгадайте, сделайте так, чтобы вам этот хороший инструмент пришёл. Потому что для работы это просто необходимо. Понимаете, Наташа, не отвлекай. Вообще не по теме сейчас. Не надо об этом писать или отвлекать людей. Да, убираю. Смотрите, 30% вы пишете о работе. Смотрите, вот этот баланс нужно соблюдать. 30, ну 33, 33, 33, там может быть что-то побольше, что-то поменьше. Ребят, почему именно так? Если вы будете писать всё время о работе, тем более, если вы будете в это время указывать, что это Ари Флейм, как вы думаете, многие люди будут к вам приходить? Вот просто к вам вопрос на засыпку. Как вы считаете, сколько людей будут приходить в ваши команды? Жду обратной связи. Ноль. Ну, да, скорее всего, прям вот. Может быть, кто-то сам ищет Ари Флейм. Тогда да. А так, в принципе, люди, видя Ари Флейм, у них рисуются их воображаемые таракашки, там по поводу этого, да, там в голове. И они, в принципе, не пойдут. Даже слушать не будут вообще. Да, ещё и скажут, что ты хернёй какой-то занялась. Да? Ой, да ты в лохотрон влезла. Да тебя там разведут. Да? То есть у людей сразу что-нибудь фигня какая-нибудь работает. Поэтому самый распространённый вопрос, который задают люди, а что мне выкладывать тогда о работе? У меня нет результатов. У меня нет этого. У меня нет того. Ребят, что делать? Какие есть варианты? Давайте мозговой штурм. У кого какие есть предложения? Вот у вас пока нет результатов о работе. Что же делать? Лен, и украсть, если это защищено каким-то, да, там, как называется-то, личное право. То есть мы не воруем, потому что это в открытом доступе мы берём на прокат у спонсоров. Берём на прокат у спонсоров, пользуемся достижениями спонсоров. Берём в аренду, как угодно. Мы берём фотографии наших спонсоров и себе их в ленту добавляем. И что мы пишем? Наша команда там побывала на конференции в Сочи. Ну и пусть, что всего два человека ездили. Но были же наши команды же, представители, поехали? Поехали. Наша команда на банкете директоров. Наша команда там-то. Мы растём, мы развиваемся. Поздравляю такую-то, такую-то. Даже если это не в нашей команде, да, новый директор закрылся. Вы можете взять скрин её там, зарплаты, фотку. И написать, поздравляю там Машеньку Иванову с новым достижением. Умничка! Желаю всем таких результатов. Нужно сходить на все мероприятия, которые проходят в вашем городе. На все, ребят. В каждом городе, ну, конечно, чем он больше, тем больше мероприятий. Про что-то да проходит. Но знаете, мы объявили фотосессию в нашей команде по Саратову. И каждый мог прийти. Каждый абсолютно. Фотосессия стоит всего полторы тысячи рублей. То есть, сумма вклада зависела от количества людей. Вот у нас собралось там человек 12. Все скинулись чуть больше, чем по 100 рублей. Отдали. У меня один вопрос. У меня было одно удивление. Почему так мало людей пришли? Ведь это бренд. Это возможность сфоткаться с несколькими сразу участниками в красивой обстановке выложить потом эти фотки уже свои с личным присутствием. Пришли всего человек 12. Я была поражена, если честно. И некоторых прям тащили за уши, объясняли, что тебе это надо, тебе это надо. Но неужели 100 рублей для тебя сыграет роль? На один час приехать в офис мы все организовали, мы все подготовили. Мы даже с собой принесли косметику, кто-то попросил, кого-то там надо было подкрасить, подштукатурить, привести в порядок. Мы все это организовали. И вы заплатили не полторы тысячи за свое, если бы сами себе наняли фотографа, а всего 100 рублей. Катя, ну регистрируй людей в Самаре, собирай команду и фотографируйтесь хоть каждый день. Ради бога, да, вы можете... Ребят, вы должны создавать свой бизнес. Еще раз говорю об этом. Вы создаете свои команды, вы себе подбираете партнеров. Наташа Гришина, да, самая хитрая. Она даже не лезет в соцсети работать, хотя она работает в соцсетях, но не с холодным рынком. Она там переписывается со своими знакомыми, утепляется с ними, да, производит стратегическое расследование, сбор информации о человеке, как он живет, что у него сейчас в жизни происходит, все ли хорошо, или может быть ему деньги нужны. И когда соберет информацию, делает предложение заняться интересным делом. Все. То есть, понимаете, команда растет быстро, тфу-тфу-тфу, и самое главное, что это не просто идет перепись населения, а там в команде практически все с заказами, там несколько человек пока еще не активировались. И то они все равно активируются рано или поздно. Понимаете? То есть пока у вас нету своего, берите взаймы у спонсоров. Как это делать? Все знают, ребят? Что вы делаете с людьми? Ребят, вот это слово, мое любимое, называется утепляйтесь. То есть вы не сразу им в лоб должны писать. Идем со мной, да, идем в Арифлейм, ТРЦТЫ. Утепляемся. Ставим им лайки, пишем комплименты под фотками. Мы их все время поздравляем с днем рождения. Понимаете, да, с какими-то праздниками. Мы пишем интересные посты, где благодарим там кого-то из своих друзей за что-то. То есть вы можете, да, тут творческая работа. Учитесь писать посты у лидеров. Чуть позже покажу, у кого учиться, будет самый лучший вариант. Когда вы ставите лайки, вы привлекаете внимание к своей странице. Меня вот часто спрашивают, а зачем так много страничек создавать? Ребят, ну все же, ну все очень просто. Если мы создаем страничку одну просто для себя, для пользования, то нам этого хватает, как бы общаться. Мы иногда с кем-то переписываемся, смотрим новости. Но если мы говорим о работе, о том, что нам нужно создать поток, то мы также должны говорить о том, что в каждой социальной сети, на каждой площадке есть ограничения, есть модерация. И мы гости в соцсетях, мы гости. Поэтому если мы будем работать как варвары и пренебрегать лимитами, то нас просто заблочат. Если мы будем спамить, то нас просто заблочат. И мы потеряем рабочие инструменты. Поэтому я всегда говорю, ребят, будьте деликатны, работайте порядочно, честно, порядочно, открыто. Если вы хотите создавать поток людей, то делайте это грамотно. Вот, например, если мы ставим лайки, просто нам понравилась фотка, мы лайкнули. Ребят, это хорошо или плохо? Если плохо, то для кого это плохо? Я вот не знаю такого, чтобы кому-то было плохо, если нам понравилась фоточка, и мы лайкнули. Да, человеку приятно, он говорит, вау, у меня фотка про лайк и листок, ну гляди, круто, значит, я буду еще выкладывать, я классная. Что дальше человек делает? А ему интересно, а кто это мне лайки поставил? А что за люди вообще, кто это? У меня даже друзей столько нет, что у меня там столько лайков. И он начинает заходить на страничку. Зашел к вам, да, например, к Кристиночке зашел. Говорит, о, Кристина? Что-то я ее не знаю, мы не в друзьях. А чем она занимается? Ммм, интересная девочка, да. Что-то у нее там хобби, какие-то увлечения. Она еще какой-то работой занимается, проект в интернете. Интересно, а что же за проект? Все пролазила, не нашла. Не, непонятно, да, какой-то проект, все круто, зарплаты, там чеки, премии. А что за проект? Уже, знаешь, любопытство. Возьмут, ну хотя бы плюсик поставят. Хотя бы плюсик под рабочим вот этим статусом. Маленький плюсик. А вдруг не заметят? Хорошо, а если заметят, ну что-нибудь напишется. Ну, как будет, так и будет. Ребята, плюсик вам поставили, и вы начинаете уже общаться по схеме. Да, есть шаблоны переписки с людьми. Вы по этим шаблончикам открываете, копируете сообщение, отправляете людям. То есть начинаете с ними переписываться. Понятно? Для чего это нужно? С одной странички есть у нас лимиты. Например, ВКонтакте вы можете в день добавлять максимум 50 человек. Но поверьте мне, что если вы каждый день начнете шпалить по 50 человек, модераторы вас тут же заблокируют. Они подумают, наверное, робота включили. И удалят. Да, у нас есть ограничение. Незнакомым людям 20 сообщений в день можно отправлять. Всего 20. Если у вас одна страничка, что получится? Вы за весь день всего максимум 50 человек добавите, привлечете внимание 50 людей. Опять же, если это незнакомые люди, они вас могут заблокировать, увидят, что вы бизнесом занимаетесь, зовете в друзья, общих знакомых нету, сразу раз и блок вам. Это тоже надо подумать о том, что вы работаете варварски маленечко. Что еще хорошо, ребят? Можно не писать сообщение, там, «Здравствуйте, идемте ко мне в проект, наш проект самый лучший». А мы можем использовать эти сообщения для того, чтобы поздравить людей с днем рождения. Это приятно, ребят. Согласитесь, если у вас кто-то, даже незнакомый человек, пишет вам «С днем рождения!» и букет цветов вам кидает картинку. Приятно? Ну, как минимум, да, вы зайдете и посмотрите, кто это меня поздравил. Увидели, посмотрели, если захотели, остались, поставили плюсики под статусами, или приняли там, ну, друзья добавили, интересный человек, с днем рождения поздравил, давай дружить. Тему понимаете? Жду от вас обратной связи или какие-то вопросы. Потому что когда чат молчит, у меня такое впечатление, что вы или разбежались и не слушаете, или тема вам неинтересная. Если неинтересно, я не буду вести. Знаете, как у меня дел полно. Вопросики, может быть, какие-то. Смотрите, чем хороши социальные сети. Вы можете странички делать как клоны. Они у вас все могут быть очень похожи друг на друга, но вы должны помнить одну такую фишечку. То, что модераторы, они отслеживают нас по разным показателям. И один из них, например, если вы сделали одну фотку классную и взяли ее ВКонтакте сразу на пяти страничках и оставили в один день, то вас могут тут же заблокировать. Они не просто увидят путь, что фотография из одного источника пришла. И в какой-то момент тут могут заблокировать. Как нужно сделать? Например, фотку загрузили в фотоальбом. Все умеют это, наверное, делать. Фотоальбом называется, например, фотки для аккаунтов. Вы фотку выгрузили на первую страничку. Заходите в этот фотоальбом и переименовываете его. То есть вы ставите фотки для аккаунтов и циферку 1. Сохраняете. И отсюда забираете фотку на вторую страничку. Забрали. Вам нужно на третью эту же фотку. Вы зашли в альбомчик, переименовали его. Фото для аккаунтов 2. То есть единичку убираете, ставите двоечку, сохраняете. Берете оттуда фотку на третью страничку и так далее. То есть тогда путь уже не отследят. То есть вы переименовали. Это уже другая папка, другой альбом, другой источник. Понятно? Это фишка. Мало кто об этом знает. Многие, кто на этом погорели. Я просто сама погорела, стала разбираться. Почему? Из-за чего? Как это может быть? И нашла рецепт, как просто переименовать нужно папочку. И тогда модератор не находит дорожку, откуда ноги растут. Понятно? Поставьте плюсики. Кто понял? Кто не понял, поставьте минус. Я сделаю пока с экрана и покажу, как это делается. Молодцы. То есть вот берете, наполняете страничку. То есть каждый день у вас со страничек должно уходить два, три. Это всего касается, Наташ. Если у тебя пять страничек в Одноклассниках, и ты делаешь посты в Одноклассниках, то же самое. Папочку переименовываешь и все. Ты можешь, например, ты работаешь и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Ты берешь одну фотку, скинула в Однокласснике, скинула ВКонтакт, переименовала папку, на следующий аккаунт скинула в Одноклассниках ВКонтакте, опять переименовала, и везде эту фоточку раскидываешь. И в ВК то же самое. Это везде так. Я, в принципе, в Одноклассниках не работаю, поэтому больше говорю про ВК, потому что я там работаю. Так, поехали дальше. Смотрите, есть такая фишка, мне очень нравится эта картинка, она, мне кажется, сразу обо всем говорит. Ребята, вот вы когда аватарку ставите, вы о чем думаете? Ведь аватарка – это как вывеска на офисе, на магазине. И человек, который увидит вашу аватарку, он сразу складывает о вас уже картиночку. У него сразу, да, складываются стереотипы восприятия успешного человека. То есть ваша страничка должна что-то людям транслировать. Всегда об этом помните? И думайте, а что я сейчас транслирую в массы? Что я сейчас передаю людям? И вот представьте, что вы поставили такую фотку, да, вот пьяные парнишки, зависают друг на друге. И, да, вообще в таком, в гоповатом виде. Ну, им удобно, они на природе, они шашлык жарят, там, водочку пьют. Им хорошо, они транслируют. Нам хорошо. Ребят, ну это будет ли это актуально на бизнес-брендовой страничке? Сто процентов нет. Да, даже не буду задавать вам такой вопрос. Так вот, да, сделайте мониторинг. Сделайте мониторинг, что вы... Пока, Кристинка. Что вы транслируете? Вот что надо транслировать. Надо свои фотки все делать самые классные, самые вообще... Улыбка. Вот эта фотка вообще просто потрясная. Просто потрясная. Вот эта вторая, вы ее можете просто в течение дня в пост выложить. Это на аватарку, это в пост. Там вы идете, звоните, вас кто-то сфоткал, и вы пишете там, какое это может быть высказывание, да, что-то, ваша идея дня, вот что-то там, о чем вы хотите людям сказать. Что как круто, например, что вот вы идете, ваш бизнес весь в телефоне. И вы свободный, прекрасный, чешете, да, по солнечной улице. Да, то есть транслируем людям то, что вы хотите, чтобы они прочитали. Потому что здесь однозначно они не прочитают, что человек успешный, да, и он просто выехал на природу. Может быть, они реально крутые бизнесмены. Но об этом никто не знает. Люди видят подвип, подвыпивших, гоповатых парней. Понятно, да? Поставьте пятерочки, кто меня понял. Потому что вот иногда странички, они просто пугают даже, да, вот вы. Какие эмоции вы должны вызывать в вашей страничке? Самые классные, самые лучшие. Я успешен, я интересный человек, да, у меня там куча всяких, у меня движуха в жизни. Знаете, мне многие люди, которые регистрируются в команду, говорят, почему они ко мне пришли. И вот сами, которые просятся соцсетей, я их потом спрашиваю, почему ты пришла. А я, говорит, наблюдала за тобой давно уже. И вижу, что у тебя постоянно такая движуха в жизни происходит. Ребята, а в принципе, какая движуха? Ну, там, выехали мы на банкет раз в год, да, съездили на конференцию. Мы поехали на великах куда-то, мы выложили. Я сижу, вышиваю, я выложила. Читаю книжку, выложила. Что-то приготовила вкусненькое, выложила. Встретились там в офисе, сфоткались, выложили. То есть у меня, в принципе, я не могу сказать, что прям у меня прям жизнь такая офигенная. Ну, там, землю, дом купили, выложили, да. То есть мы вообще просто вот всё подряд выкладываем. Мы взяли себе это в привычку. Всё подряд, всё, что позитивное, интересное. То, что вообще вот так мы и жизнь свою стараемся этим наполнять. То есть мы всякую ерунду просто из жизни как бы исключили. Я семьянин, да, я семьянин, у меня дети, у меня семья. Я могу привести к успеху. Вот что должны увидеть люди. То, что вы двигаетесь, вы ведёте, вы идёте к успеху, вы ведёте людей. Вы хвалитесь, что там, поздравляю моего партнёра, вышла на новый уровень зарплаты. Вы должны вызывать симпатию. А симпатию кто, ребят, вызывает? Некоторые мне говорят, я не хочу фотки с детьми выкладывать. Ну, можно же там какие-то сердечки, да, смайлики на лицо ребёнка поставить. Там в фотошопе это всё делается за две секунды. Ну, не показывай лицо ребёнка, если у тебя какие-то там предрассудки с этим связаны, что там боишься сглазит или что-то такое. Да, ради бога, если это есть, ну, спрячь. Ну, ты спрячь смайликом, ну, ты покажи, что вы там с ребёнком гуляете, вы с ребёнком вот это. Ну, сфоткайте, что вы с ребёнком, ручки ребёнка, что вы делаете, лепите с ним поделку. Не показывайте лицо. Ну, вы должны постоянно, да, вызывать симпатию, что вы, да, вот, вы прям человечный, человечный человек. Ваша страничка должна затягивать. Понятно, да, то, что хочется смотреть, читать, то, что у вас там нету, негатива. Ребят, запрет на такие темы, как политика, запрет. Прям запишите себе, что об этом вы не должны вообще ни писать, ни в чём в этом участвовать. То есть, если идут какие-то политические обсуждения, ребят, не надо лайкать, не надо там писать что-то, да, потому что люди всё видят, что вы пишете, где вы участвуете. И, может быть, у вас несовпадение по религии. То есть, мы не обсуждаем политику и религию. Понятно? То есть, мы не пишем об этом, мы в этом не участвуем. Это личный выбор человека, как он, да, как он, это вера, это личная каждого. Мы в этом не участвуем, потому что, может быть, какое-то несовпадение просто произойдёт, и всё. Ну что, ребят, вы поняли, да, тему? Ваша страничка должна вызывать эмоцию, и самую правильную, самую позитивную. Далее. Ну вот пример моей странички. Тоже она постоянно меняется, как бы, да, в статусе. Что мы пишем? Что мы транслируем? Опять же, да, мы можем писать какую-то интригу, призыв к действию. Мы можем писать, что мы, там, эксперты онлайн-бизнеса. Опять же, про себя, что я, там, успешная, я, там, любящая жена и мама, или я любящий муж и отец двоих детей. То есть, вы должны всё время что-то транслировать интересное. Но если вы в статусах или где-то будете писать, что это, там, Арифлейм, Арифлейм, то люди не пойдут однозначно. То есть, страничка должна быть, в принципе, практически без Арифлейм. Без Арифлейм. И однозначно, да, вот Миша пришёл, подсказывает, что никаких игр. Если вы начинаете играть в какие-то игрушки, ребят, ну это надо настолько, если вы не можете себе в этом отказать, у вас какая-то зависимость, то это надо спрятать. По крайней мере, так спрятать, чтобы никто этого не увидел. Потому что это, опять же, о чём говорит. Ну, мало кто восхищается, когда люди зависают в играх. Понимаете, это мало кого приводит в экстаз такой. О, круто! Да, статусы. Но это же привлекает внимание, Саж. Опять же, если этот статус, он интересный, то, конечно же, опять же, что ты транслируешь? Ты через статус передаёшь своё настроение, призыв к действию. Вообще ты транслируешь, что у тебя вообще движуха, круто в жизни. Конечно, что-то можно менять. Но я вот эту верхнюю часть статуса меняю не часто. А в основном вот тут, вот в ленте, вот тут мы пишем каждый день 2-3 поста. 2-3 поста на разные темы. Вот вам пример звёздной семьи Кушёвых, бриллиантовые директора из Саратова. Да, посмотрите сразу, да, красивая представительная фотка. Да, интересно, хочется дальше леснуть, согласны? Звёздная семья Родионовых, тоже, да, ВИП. Что такое ВИП? Где это, ребята, тусят? Как будто они из Голливуда, звёзды Голливуда. Конечно, да, видно масштаб, что постоянно что-то происходит, это путешествия, это команда, это общение и так далее. Я вам сейчас прямо скажу фамилии, у кого полазить. Вот этих людей прямо себе запишите. Дмитрий Шевчук, мальчишка из Украины. Обалденная страничка просто. Просто обалденная. Опять же, смотрите, какая музыка у вас загружена. Я у одного из лидеров залезла, мне было интересно, какую он музыку слушает. Ребята, у меня прям сразу так настроение упало. Думаю, вообще какая-то прям, вообще несопоставимость, да, такой человек, не буду называть, кто это, и такую фигню слушает. То есть вообще просто как-то неинтересно. То есть, ребят, в бизнесе нет мелочей. И вы можете проколоться на какой-нибудь фигне, вот реально музыку какую-то себе закачали на страничку, а она какая-то бредовая, может быть, там с матом или гопотня какая-то прям поёт. Вы знаете, человек всё равно как-то для себя, у него минус маленький отложится, вашу честь. Нафига вам это надо, да? Надо, наоборот, совершенно стараться себя прям таким мощь показывать своё. Да чё я читаю? Вот я что читаю. И нелюбовные романы там, фигню какую-то на это время трачу. Чем я занимаюсь? Язык учу. Второе же там, я это делаю, я людям помогаю, там, я благотворительностью занимаюсь, я кровь сдаю. Там, я это делаю, я то-то... Ребята, это надо вот постоянно транслировать. Запишите себе эти фамилии, зайдите к ним, посмотрите. Наш партнёр Наташа Разницына. Это пример из жизни из нашей команды. Сделала профессиональную фотосессию. Вот вы видите фоточки, да? Вот видно, что это в студии, красиво они нарядились. Детки в красненьком, они такие в чёрненьком. То есть, ну, красиво сделали всё. Наташа причесочку сообразила. Дали им фотки. Выложила фотографии на страничке. Несколько штук. Штук 5-6 выложила. В этот же день 3 регистрации. С тёплого рынка. Сами попросились. Понимаете? Статус, да? Смотрите, какой стоит. Интригующий такой. Чё за сказка у неё произошла там? В чём потрудиться? Видно, да? Транслирует. Счастливая семья, детки. Да, успех что-то делает. То есть, да? Успешные люди. Место работы. Успешные люди. Чё такое вообще? Где она работает? То есть, пошёл, пошёл, пошёл интригант. Первый день 3 регистрации. Вот вам и бренд, ребят. Вот он как работает. То есть, вы должны меня услышать ещё раз. Ребят, мы не в личку спамим. Мы не пишем людям, идёмте к нам в Арифлейм. Нет. Вы потихонечку должны себя прокачать. Прокачать. Сделайте классные фотки. Не поленитесь. Особенно девочки. Ну, вам же вообще просто. Кудри накрутили. Глазки подвели. Губки подкрасили. Плачек поярче одели. Три кадра сделали. Вот уже брендируем. Через недельку за, там, сделала новую прическу. Новое платье приодела. Бижутерию. Раз, два, три кадра. Щёлкнула прямо на телефон, выложила. Можно каждый день это делать. Делайте макияж. Нравится. Настроение супер. Сфоткались, выложили. Мордочку какую-нибудь состроили. Взяли, притчу к этому прикрепили. И выложили. Я вчера взяла притчи везде, раскидала мне лайки, лайки. В общем-то, про это всё. Про брендирование здесь всё. Ребят, донесла я до вас информацию, что такое брендирование? Напишите, пожалуйста. Может, какие-то вопросы у вас ещё остались. Опять же, это просто. Это очень просто. Главное взяться и не останавливаться. То есть, каждый день свою страничку украшать. Я всегда привожу параллель, например, с офисом. Открыли вы турагентство. Вложили туда деньги. Всё. Ребят, ну как вы сделаете внутри? Дипломчики повесьте какие-нибудь. Картинки с путешествиями красивые. В красивых рамочках. Не просто распечатаете на принтере чёрно-белые. Правильно? И кнопками канцелярскими к стене, к обоям придырявите. Вы должны продумать, как вы украсите, какую мебель поставите, какую технику. Персонал будете подбирать. Удалите. Вы знаете, главное не много, не количество, а качество. Качество. Поэтому мы вот будем на Новый год в Саратове делать фотосессию новогоднюю. Ребята, если вы не придёте, вы не сохраните вот эти 100 рублей. Вы их не сэкономите. Вы потеряете полторы тысячи, если вы не придёте на фотосессию. Объявим в чате, напишем. Мы в эти выходные ждём фотографии с фотосессией. Там в течение двух недель она сказала сделает. Или в начале недели. Поэтому если вы, да, вы думаете, вы сэкономили 100 рублей. Нет, вы потеряли полторы тысячи, как минимум. И очень много регистрации. Потому что каждая классная фотка, это как минимум одна регистрация. Поэтому действуйте, думайте, включайте мозги. Нет у вас фотоаппарата, нет классного телефона. А у кого есть из ваших знакомых? У меня вот телефон плохо фотографирует. У меня Samsung этот Galaxy 3 Mini. Но он уже плохо, он старенький всё равно. Надо его поменять. Чё? У Миши хороший телефон. Мы всегда с ним вместе. Я что-нибудь раз... Миша, сфоткай меня. Он фоткает, меня перекидывает тут же ВКонтакте. Миша, а вот тут меня сфоткай. Миша, а вот это сделай. А вот это сфоткай мне. То есть мне нравится что-то. Например, мы идём по улице, и я вижу просто что-то красивое. Ой, Миша, а сфоткай мне вот это. Да, я жду в начале 17-го каталога должен прийти новый телефон в подарок от компании. Поэтому не покупаю новый. Понятно, да, ребят? Начинайте действовать. Очень много в интернете роликов. Я же всегда говорю, если вы хотите, да, вы хотите стать предпринимателем, развивайте мышление предпринимателя. Ведите в Ютубе, в поиске брендирование себя, как раскрутить страничку. Ну и найдите информацию, посидите, поковыряйтесь, подумайте, что можно сделать, чтобы у вас странички стали реально интересными. Почитайте статьи, блоги какие-то по раскрутке, как лучше делать. Там разные фишки есть. Кстати, мне Миша находил информацию, как красиво фотографироваться, как правильно встать, чтобы себя в улучшенном виде подать. Потому что не каждый фотограф, да, там тебе скажут, там пониже голову опусти, повыше, в сторону немножечко. А там разные фишки были, как вот себя посадить, поставить красиво, как посмотреть, как улыбнуться, чтобы фотка получилась сразу классная. Чтобы не 300 кадров и одна хорошая, а чтобы каждая была хорошая. Я почитала рекомендации, много для себя интересного взяла, теперь это использую. Как там ручку поставить, как это. Если у вас знакомые учатся на фотографах, проситесь к ним моделями, они бесплатно вас отфотографируют. Ну, может быть, это будут не Мегановские фотографии, но все равно, да, какое-то количество фотографий. Вот, кстати, вот это, сейчас слайд верну. Вот эти фотки как раз наша Женечка училась фотографировать, и я к ней пошла на фотосессию. Она мне сделала несколько классных кадров. Вот эта вот фотография с ноутбуком, это с фотосессией. Ну, может, она не Мегановская, прям там, не знаю какая, но она, видно, да, что профессиональная, прикольная фотка. Все, ребят, спасибо всем за внимание. Напишите обратную связь, что для вас было сегодня полезное. Может быть, да, у кого-то там что-то же тонечко провалился наконец-то в голове. Вы поняли, что работа в интернете – это в первую очередь не массовая, да, там, рассылка, спам, а именно брендирование себя и набирать себе людей из друзей. Набирать, 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 там, прокачивать страничку, продвигать себя как интересного человека, и тогда дело пойдет. Да, спасибо вам всем за внимание. До встречи. Да, пока-пока. Пока.